Жители Твери жалуются на очередное бездействие управляющей компанией. На этот раз речь об одном из домов на улице Коноплянниковой. Еще с осенью эту пятиэтажку стала заливать. Ситуация стала заметно хуже нынешней снежной зимой. В итоге страдают жители уже не только верхнего этажа. Ирина купила эту квартиру в ипотеку в мае прошлого года. Вроде бы неплохая и компактная однушка. Правда, проблемы с ней начались с самого начала. Время от времени возникали перебои с водой. Однако кто бы мог предположить, что зимой наоборот. Воды здесь станет слишком много. В конце января с потолка на кухне потекло. Небольшие потеки были. Вот здесь совсем такие, знаете, незначительные. Я еще не успела ее покрасить. А потом началось постоянно усугубляться, усугубляться. Потом просто вода потекла. И у нас сейчас по всему стояку вот такая вот проблема. Течет вода, приходится подставлять тазы. То есть окно уже полностью испорчено. Попугая квартиры выше уже давно не весело. Жилье его хозяйки Ольги заливает вообще с конца октября. Женщина вместе с супругом и дочкой была даже вынуждена временно переехать в другое место. На кухне, где у нее тоже эпицентр наводнения, даже сняли от греха подальше люстру. Вода текла и по ней. Все отваливается, все рушится, деформация окна, обои отвалились новые. Потолок начал отваливаться, мы его сняли весь. Тут вон даже переноска, чтобы замыкания не было, висит. А какой у вас потолок, говорит, вы сняли? Приклеенный был плитками, плиточный. И начало уже балконный блок начал течь. Что Ирина, что Ольга боятся, что сырость начнет проникать в жилые комнаты. А там и до плесни недалеко, которую поди потом выведи. Больше всего в этой ситуации их раздражает полное бездействие управляющей компании. Мы написали заявление в управляющей компании «Солнечный город». Пришли, отфотографировали и все. Ответа никакого нет. Началось все с каких-то там завтраков, что мы приедем завтра, что-то там сделаем, крышу почистим, ничего этого нет. Мы попытались связаться с управляющей компанией «Солнечный город». Однако дозвониться нам до ее сотрудников не удалось. А визит в офис, расположенный рядом с проспектом Победы, ни к чему не привел. Судя по отзывам, которые можно почитать в интернете, это УК вызывает не самые солнечные эмоции и у других своих клиентов. В Государственной жилищной инспекции также подтверждают, что к ним поступали жалобы на «Солнечный город», которые теперь ждут проверки. За нарушение лицензионных требований, а в том числе это ненадлежащее содержание общего имущества в многоквартирном доме, предусмотрено наказание, административные штрафы на должностных лиц от 50 до 150 тысяч рублей, на управляющую организацию, как на юридическое лицо, от 150 до 500 тысяч рублей. Однако санкции со стороны ГЖИ и даже возмещение ущерба со стороны управляющей компании жильцам пятиэтажки теперь уже мало. Что Ирина, что Ольга уверены, их дому давно пора отказаться от услуг УК «Солнечный город». Юристы отмечают, что это вполне реально. Правда, пока законодательство считает нелегитимным популярное нынче голосование через группы в соцсетях. Все должно быть оформлено на бумаге. Вообще приветствуется сейчас форма очно-заочная. Когда назначается день голосования, кто-то пришел очно, подписал голоса, другим разослали бюллетени и дали срок на подписание. Эта форма голосования законна. Остальные все способы, не предусмотренные ЖК, конечно, могут быть оспорены. И обычно одних из лиц, кто оспаривает, является управляющая компания в том числе. Правда, женщины боятся, что решение вопроса традиционно споткнется об инертной соседей. Однако попробовать все же стоит. Как известно, под лежачий камень вода не течет. А вот через дырявую крышу сколько угодно.